Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Еще Парацельс говорил, что все химические вещества это яд. Но только доза определит, будет это лекарством или же ядом для нашего организма. И это высказывание очень применимо к такому химическому веществу, как озон. Озонотерапия появилась в медицине и косметологии не так давно. Это относительно новое направление, которое пророчит колоссальные положительные изменения и излечение от многих болезней. Итак, что же это такое на самом деле, попробуем выяснить. Сегодня наши эксперты, представители Самарской городской больницы номер 7. Это Артем Сайковский, заведующий отделением реанимации, врач-реаниматолог. Здравствуйте. Альбина Шмидт, врач-акушер-гинеколог. Добрый день. И у нас сегодня в гостях Оксана Неконорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Концентрированный озон – это смертельно опасный яд, который у нас, по-моему, к веществам первой группы токсичности относится, да? Не боитесь работать с озоном? Боимся, честно. Ну, не боятся, как известно, определенные люди, но в умелых руках, с умелыми методиками возможно все. То, как вы правильно сказали, даже змеиный яд может быть как убивать, а так и лечить. Поэтому озонотерапия применяется как метод лечения многих заболеваний. Но змеиный яд хотя бы не взрывается. Ну, озон тоже не взрывается. Как бы имеется специальное оборудование, имеются специальные методики работы. С ним все безопасно. Как бы за мою практику такого ни разу не было, чтобы даже случаи какие-то воспламенения. Потому что в нашем отделении, в отделениях интенсивной терапии, имеется много источников опасности. В том числе и сжатые медицинские газы, кислород в том числе, который не менее горючий того же озона. Сезон у вас уж точно не используется. Да, в котором мы кислород используем в специальной установке и производим они посредственно озон. Ну, во-первых, сейчас оборудование современное, датчики безопасности. Все полностью безопасно, и мы отвечаем за жизнь и здоровье людей полностью. Артем Алексеевич, насколько мне известно, первые попытки применения озона – это конец еще 1800-х годов. Но, тем не менее, вот сейчас оно такое нагребнее популярности и достаточно новое направление. Почему? Почему только сейчас? Ну, наверное, решение показаний. Озон начинался, мне кажется, как средство для обработки, антисептический. Ведь озон даже образуется, когда молнии ударят, вот кислород расщепляется на атомы кислорода. Ну, он нестойкий, и уже обратили внимание на то, что какой-то полезный эффект имеет. У нас ассоциация озона – это гроза, вот запах озона. Да, да. Многим людям нравится даже запах вот этой свежести какой-то некий. Наверное, сейчас больше специалистов, медицина стала более современная, более продвинутой в этом плане. Врачи стали более квалифицированы, уровень подготовки врачей более квалифицированной. И начали вовсю применять. Но это, мне кажется, еще связано с тем, что очень много средств лечения в нашем, с каждым днем все больше и больше. И врачи, специалисты видят, что не все, даже новейшие средства, не всегда эффективны. В той мере, какую от них хотят. Но видят результаты от тех методов, которые давно уже использовали. И стараются их приумножить, их свойства, расширить показания. И умело использовать. Все именно умело. Меня несколько удивляет то, что врач-реаниматолог занимается озонотерапией. Вроде бы должны чем-то другим. Нет, мы в первую очередь, конечно, занимаемся чем-то другим. Но во вторую очередь занимаемся озонотерапией. Помогаем людям при различных патологиях. Почему реаниматолог этим не занимается? Наверное, потому что врач-реаниматолог готов к любым неожиданностям. И мне кажется, должен вглядеть, как врачи-экстремалы, реаниматологи действительно готовы к применению новых методов. Не пугайте уже пациентов экстремальности вашей специализации. Что такое озонотерапия? Что это за воздействие такое? Основной механизм действия – общее воздействие, обновление тканей, улучшение питания тканей кислородом, насыщение, иммуностимулирующий эффект, противовоспалительный эффект. Обновляет клеточки наши, липиды, транспортные белки обновляет, помогает им доставить необходимые вещества в клетку. Также активирует процессы, когда клетка испытывает кислородное голодание, и вот озон непосредственно помогает ему, источник кислорода являются те процессы биохимические, где не хватает кислорода. Хорошо, если мы им не дышим, то что мы им делаем? Как пациент получает? Есть методики, что мы им и дышим, есть определенные концентрации, но, во-первых, хочу еще сказать о том, что мы используем не токсичные концентрации, не такие, как на химических производствах. Все это как бы высоко дозированные, высоко минимизированные дозировки. Там идет не то, что там разбавление очень сильное. Мы можем и дышать озоном, если нет, необходимо. Есть такие методики. Мы можем находиться в комнате, как и на кожу, как и на волосяной покров, так и дышать этим озоном определенной концентрации. Мы можем локально куда-то на участок кожи использовать этот озон при каких-то длительно неживающих ранах, там дерматитах, аллергиях, особенно при диабетах, на нижнюю конечность одевать специальный мешочек, и эта область просто находится в озоне. Человек сам не дышит, ничего, грубо говоря, дышит только вот участок кожи. Мы можем брать у человека кровь, озонировать ее и обратно возвращать, капать кровь. Есть даже в интенсивной терапии такие методики, как экстракорпоральные методы очистки крови, такие как плазма ФРС или аппарат искусственная почка, где есть методики, что озон и там применяется. Запускается в систему плазма ФРС, очистка крови, озон. То есть человек очищается вместе с плазмой и получает необходимый озон. Мы можем, самое популярное это применение, насыщать физиологический раствор, например, 200 мл, определенная концентрация озона и внутривенно капать человеку. Это самая популярная, самая простая методика. И, на мой взгляд, пока она самая эффективная, потому что я вижу этот эффект. Удобно? Да, ничего не надо. Ну, все. 20 минут, можно спокойно полежать. Все, потом мы вам оставим ваши лекарства. Хорошо. Ольга – пациентка неврологического отделения. Девушку давно мучают головные боли и приходится принимать много препаратов. Курс озонотерапии должен не только облегчить страдания, но и сберечь желудок и печень. Я могу маленечко приоткрыть. Вот насыщение идет. Раствор для внутривенного введения готовят непосредственно перед процедурой, так как озон быстро разрушается под действием света и температуры. По системе трубок и игл озонокислородная смесь поступает во флакон с физиологическим раствором. Проходя через него, часть озона растворяется, остальной газ сбрасывается за пределы рабочей зоны. Процедура похожа на установку обычной капельницы. Дозу и концентрацию определяет врач. На следующую процедуру у нас Ольга придет, мы ее спросят, как вы перенесли данную процедуру. Она хорошо? Или, знаете, у меня там кружилась голова или что-то со мной происходило. Мы уже подбираем концентрацию. Или поменьше, или чуть побольше. Терапевтическая доза озона сохраняется в растворе меньше часа. Поэтому его необходимо вводить сразу после приготовления. Процедура проходит в течение 20 минут и не вызывает неприятных ощущений. Озонированный раствор не вредит ни одному органу, так как озон – это кислород, но не обычный, а трехатомный в сто раз более активный. Благодаря антисептическим свойствам озона организм быстро очищается от очагов воспаления. То есть, если у нас начинается вирусная инфекция, и вот в первые часы, в первые дни даже, если ее поймать, да, то есть вот мы чувствуем ломоту в теле, озноб, небольшая субфибрильная температура к 37,2, то мы медики сами этой процедурой очень широко пользуемся, потому что озонотерапия также оказывает противовирусное действие. Дышать озоном высоких концентраций нельзя, так как он обжигает слизистую оболочку дыхательных путей. Приготовление раствора проходит в закрытой комнате. При внутривенном введении озон растворен в жидкости, поэтому ожога сосудистой стенки не бывает. Медицинское сообщество очень сильно спорит по поводу эффективности и по поводу не навреди в озонотерапии. Есть мнение, что это вообще очень вредно, не опробовано и не исследовано в полной мере, и что это может явиться бомбой замедленного действия со временем. Ваши пациентки, особые пациентки, особенно если женщина ждет ребенка, применяете ли вы эти методы? Почему вы в них так уверены? Ну, начнем с того, что врачи всегда делятся на два лагеря. Приходит новшество какое-то, например, таблетки, ну, лекарственные средства новые. И врачи все начинают спорить, полезно, вредно, все начинают искать. У каждого есть свой просто опыт. Что связано с гинекологией, озонотерапия помогает. И беременность не противопоказание к озонотерапии. Определенные состояния при беременности могут быть противопоказанием. Но, например, с тем состоянием, с которым не может справиться какие-то другие лекарственные средства, процедуры, озон здесь помогает. Ну, тем более, если беременной женщине можно не пить таблетки, а провести такую процедуру, это, безусловно, предпочтение. Ну, хорошо, а в каких ситуациях все-таки, при каких проблемах вы назначаете озонотерапию? Ну, начнем с того, что первый триместр, самый маленький срок, это токсикоз. Всем нас известный, абсолютно. Значит, дальше идет угроза преждевременных родов, угроза выкидышей. Но не начавшиеся выкидыши, именно угроза выкидыша. Аллергические какие-то реакции, потому что противоаллергические препараты беременным противопоказаны. Любые гормональные, негормональные. Озонотерапия здесь выручает терматозы, любые кожные проявления, при заболевании хронической печени, любые хронически сопутствующие заболевания. А как часто вы назначали уже такое вид лечения? У вас есть основания быть уверенной в его эффективности? Да, у меня буквально вот на этой неделе беременная с аллергией обострилась, дерматиты, нейродерматиты, у нее фрункулезы. Сейчас пока только вторая процедура идет, уже намного облегчение, легче ей становится, потому что... Беременная же может не только быть беременной, как бы она может заболеть у РВИ, простудные заболевания, обостриться какие-то хронические. И озон, в принципе, тут ей поможет, беременная женщина, но важно помнить, вот вы сказали, бомба замедленного действия. Отнюдь, нет, озон вполне живуч в организме, если так можно выразиться, один час, он просто помогает организму адаптироваться, где-то насыдиться кислородиком, где-то убить лишнюю бактерию, которая мешает, вот где-то вирус, где-то какой-то, где-то ранку зажить, и все, и он уходит, и обращается, превращается в естественный метаболит, и все, его нет. Оксана, мы с вами представители немедицинского сообщества, и вы человек, который прошел на себе это. Испытуемый. И не только прошел, а проходит, да? Проходит, да. Я прохожу эту процедуру, наверное, уже третий сезон. Два раза в год я, ну, два раза за сезон получаю, то есть, например, это весна, вот сейчас. То есть, условно говоря, полтора года у вас в арсенале уже есть. Да, да. То есть, посмотрите, на, я жива и здорова, в общем-то. Ну, пока извините. Озон меня не отравил. Вот. Так, хорошо. Можете ли вы нам сказать, какую проблему вы решали с помощью? Да, у меня были частые головные боли, головокружение ужасное, что я не могла даже работать, обращалась к врачам. Делали МРТ головы, шеи. Сказали, что очень извилистые сосуды у меня, очень тонкие, и, в общем-то, ничем помочь не могут, ну, вот, чтобы, чтобы вот прям вот сразу и сейчас. Ну, таблетировано пить на протяжении какого-то времени. Ну, таблетки, сами знаете, да, это желудок, это аллергии тоже бывают. Вот. И вот это очень частая проблема, когда человек вроде бы как выписывает вот такую гору таблеток, да, где-то они, конечно, без них никак. Я не говорю, что мы полностью заменяем это метод. А где-то озонотерапия поможет этим лекарствам дойти до той точки приложения, которую человек беспокоит. Еще хотела сказать, я заметила, что я стала меньше болеть вирусными разными вот этими простудными заболеваниями. Раньше очень часто болела, то есть горло, нос, вот это вот сезон начинается, сейчас нет такого. А вы связываете это именно с озонотерапией? Да, да, именно. А сколько курс занимает, сколько это процедур, сколько по времени? По времени где-то полтора, час-полтора часа капается система. Каждый день? Да, каждый день. И где-то курсом 5-10. А, даже не обязательно 10, да? То есть номером 5-10, да, тут уже смотрит именно терапевт, доктор, который назначает это. Скажите, пожалуйста, Артем Алексеевич, при каких проблемах помогает озонотерапия? Мы вот уже гинекологию затронули, аллергию, голодные боли? Ну, в основном, чаще люди обращаются при каких-то наличиях хронических инфекций, долго идущих. Человек просто встает пить таблетки какие-то, постоянно антибиотики противоспалительные. И уже как-то организму хочется отдохнуть, но проблему решить надо. Вот тогда мы предлагаем озон. Заболевание обменной системы, то есть сахарный диабет, когда нарушена микроциркуляция, когда страдает питание ткани в связи с каким-то гормональным фоном, когда есть хронические и шимические болезни сердца, головного мозга, всего организма. Пожалуйста. Но есть определенно строгие противопоказания, когда, например, повышенная чувствительность к солнечным лучам абсолютно человек просто... Мы отказываем его в этой процедуре, хотя есть очень желающие. То есть все индивидуально, все надо подходить. Но самые частые проблемы – это правообменные нарушения, хронический воспалительный процесс, неврологический заболевание. Кроме всего прочего, озонотерапию применяют и в косметологии очень широко. И вот этот как раз широкий спектр применения-то и настораживает, очень уж смахивает на профанацию. Что это за такое чудодейственное средство? Не нужно никакого лечения, вот сделай озонотерапию, и наступит тебе счастье. Нет, опять же, ко всему нужен дозированный, четкий подход с определенными показаниями и противопоказаниями. Человек должен прийти, сказать свою проблему, и уже врач определяет, нужному в той или иной степени или нет. В виде косметологии или внутривенной использования, или, может быть, плазм ФРС совместить. Тут нужна определенная консультация с врачом, каждая. Не вот я хочу, мне бы сделать, а нужно сначала посоветовать с специалистом, с терапевтом, с неврологом, в конце концов, с тем человеком, который этим занимается, например, с нами, и уже решить для себя, нужно это или не нужно. Или даже врач определит ему, нужно это или не нужно. Для кого откровенно опасной может быть озонотерапия? Кому противопоказано? Онкологическим. Онкологическим. Всем больным, у кого, всем пациентам, даже я бы сказал, у кого любые заболевания в фазе обострения. То есть температуру 38 не следует делать озонотерапию, как противовоспалительный эффект ждать от него. У всех больных, у кого есть онкология, потому что это может привести к ухудшению онкологической ситуации у больного. Но с низким давлением. Низкая железодефицитная анемия, крайне тяжелая. Да, крайне тяжелое состояние, острое. Кровотечение, ясно-теология. То есть прием препаратов, которые вызывают кровотечение, есть такие антикоагулятные препараты, этим людям противопоказаны эти методы лечения. То есть это нужно каждый раз специально консультироваться со специалистами. То есть вот я сейчас, предположим, послушала передачу, поверила, как здорово, хочу сделать себе курс озонотерапии. Мне все-таки не стоит это делать самостоятельно. Нет, ни в коем случае это не стоит делать. Просто не хочется. Человек же не, грубо говоря, не занимается самолечением так вот капитально. Это очень плохо, когда он занимается самолечением. Это вред себе, так он, может быть, и неправильно лечится. В том плане озонотерапии только после серьезной консультации специалиста. Оксана, а вот сама процедура, насколько это неприятно, это болезненно, это как? Ну да, вот какой момент, что нужно капаться? Ну, лежать только время. То есть вену обычная система. Лежишь и, в общем-то, можно почитать книгу, послушать музыку. Говорят, хрустит что-то под кожей, жжут. Нет, ничего не хрустит. Никаких ощущений нет. Нет, ничего нет. Ну, а иглами вводят подкожно, это только в косметологии, очевидно, да? Есть такая. Или в медицине тоже используют. Есть такая методика, как эта, так называемая в косметологии мезотерапия, когда определенная концентрация озона с каким-нибудь препаратом вводится точечно, микроточечно, я бы даже сказал, в подкожно. Но с моей позиции, как врача, опять же, должен выполнять только высококвалифицированный специалист, обладающий, знающий эту методику от и до. Но я, например, как специалист, который занимается озонотерапией, я бы не стал делать эту методику вообще, в принципе, потому что опасно. Вот видите, тоже не соглашаетесь с медицинским сообществом. Нет, все должно быть разумным. А сколько озона можно одномоментно ввести в организм человека? Максимально аппарат дает возможность по назначению врача насыщивать баночки до 6 тысяч, вот этих условных единиц. Но, опять же, все как переносит человек. Я, например, 6 тысяч ни разу не использовал такую дозировку в баночке при внутривенном введении. Люди обычно очень хорошо уже испытывают эффект на концентрацию 900 этих единиц. Но сегодня, кстати, у меня был пациент, который попросил увеличить дозировку. Интересно, на основании чего он такие выводы сделал? Потому что ей стало хорошо после озона. Она почувствовала себя хорошо. Так, а тогда есть ли какое-то привыкание? Нет, привыкания никакого. Нет, но человек чувствует, что ему хорошо. Хочется больше, Оксан. Нет. Ну да, легкость, легкость, энергия. Это, да, на самом деле так. Работоспособность увеличивается. Часто ли приходится вам вступать в схватки со своими коллегами, которые вот этих методов не приемлют? Не встречала, к сожалению. Нет, ну, как бы это мнение специалиста, такого же, как и мы, например, если говорить, что нет, здесь озон не показан или не нужен, а может навредить, пожалуйста, мы не будем бить себя кулаком в грудь и говорят, нет, давай-ка мы введем ему. Ни в коем случае. Человек знает патологию, знает этого пациента, знает его анализы, план обследования. Ни в коем случае в распределение, тут вступать нельзя. Если вы говорите, что все выводится из организма достаточно быстро и тем самым не может быть никакого вреда, то тогда все-таки на чем основаны эти разговоры о бомбе замедленного действия? Вот, предположим, человек здоров, но нет противопоказаний, имеется в виду. А в чем опасность? Возможно, человек связывает какие-то осложнения, может быть, с около окружающей средой озонотерапии. Например, медперсонал выполняет некачественные процедуры, например, там, простите, неправильно поставил систему инъекции, там, выполнив каких-то нестерильных условиях. У человека радуется правильное, в принципе, негативное отношение к методу. Но человек, он прав, он трактует это по-своему, что этот метод плохой. Но он прав, потому что он пришел на процедуру, ему выполнили ее некачественно. Или что, что-то произошло, осложнение какое-то. И у человека складывается неправильное мышление. Ну, давайте будем резюмировать сегодняшний наш разговор. О пользе кислорода и прогулок на свежем воздухе знает каждый. Но современный человек проводит на улице крайне мало времени. А в условиях большого города найти тот самый чистый кислород практически невозможно. Правильно, Оксан? Да, правильно. Придется искать его где-то в другом месте. О зонотерапии или прогулки в лесу – это ваш выбор. Главное не забывать, что наше здоровье подводит нас гораздо реже, чем мы подводим наше здоровье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова